Мебель для ванной комнаты Сосна, дерево Потом еще такой Ержатель для полотенцев Я надеюсь видно? Да, думаю что видно Зеркало, шкафчик Ну это было не от него Но я прихватила и это Сказала что от него В любом случае придет еще в понедельник Вернее не придет, а мне надо забрать Потому что у меня не уместилась в машину за один раз Сама Раковина это что-то типа Мраморная раковина И она встроена В стол То есть раковину не надо Крепить к стене Прикручивать То есть ставится стол уже с раковиной И подключается только Вода и слив Это мебель Как я уже сказала Из сосны Похоже Ну может даже это и киевская Я не знаю Честно говоря я не видела Мне просто понравилось Больше всего мне понравилось Из-за этой Я думаю что это мраморная Сама Господи Как же это по-русски называется? Раковина Кажется раковина И на ней такой под бронзу кран С двумя ручками Холодная и горячая вода То есть не такой смеситель Как сейчас современный Но очень красивая В общем цена была нормальная За 100 евро Я купила полностью комплект Потому что если покупать что-то новое Например вот тот же вот этот вот Вот такой вот шкаф Скажем даже в Икее Он будет стоить Я не знаю даже Ну минимум 50 евро Если не больше А сама столешница с раковиной Я хочу сказать что У нас в ванной Недавно сломался кран Ну обыкновенный смеситель И вот мы купили этот новый кран Он нам обошелся Больше 100 евро Один кран Так что я думаю что цена За целый комплект И с раковиной И со столом 100 евро Это в принципе нормально Теперь Девочки У мелочки Или белочки У мелочки Просили меня делать мастер-классы Когда я начинаю какой-то новый проект Ну например Тэфи Германия Хотела бы научиться Делать покраску мебели Под ржавый металл Это я вам покажу тоже Но позже В этот раз Мои планы такие Я хочу Мебель отшлифовать Покрасить в белый цвет Ну и может быть Я не знаю Мне как-то нравится сейчас мебель Вот где белая Немного с коричневым Например полностью шкаф белый А рабочая плата Или крышка Она такая темного цвета Может быть я сделаю так Что я сделаю шкафы полностью белые Только вот эти вот консоли Сделаю коричневыми Но внизу тут нет ничего Чего можно сделать Ну и у этого шкафчика В принципе тоже Можно все белым сделать Вот у него открывается Куперка Это что-то типа Медицинский шкаф Наверное И вот крышку такую Сделаю Может быть Коричневую И внизу Ну я еще не знаю Может я сделаю все В белом и просто Немножко так вот Шебешик То есть Краску потом немного Подшлифовать По углам Ободрать Как будто так и было Шлифовать я буду полностью То есть я разберу Я не буду утомлять Я не буду утомлять вас Показом всех процедур Я сделаю так Я отшлифую все это Потом покажу вам в готовом виде Все отшлифованное А потом займемся покраской Ну я думаю так Я покрашу Какой-нибудь Скажем Шкафчик маленький Чтобы вы видели Как это делается Хотя Каждый из вас знает Как это делается Вот И потом я вам покажу Уже Весь комплект В готовом виде Если вам конечно интересно А сейчас Я вас ознакомлю Немножко с моей Мастерской Мастерская Мастерская Я наверное Возьму камеру И повожу ей Немного В принципе Вот стоит на столе Нет Так не получится Сделаем так Вот в принципе У меня на столе Стоит машина Это моя Шлифовальная машина Ого господи Вот такая Вот это феста Профессиональная машина То есть Ну вот У нас друг Брал его взаймы Брал ее взаймы Стол пошлифовать И извините Меня Всю закакал И не почистил Поросенок Ну ладно Мы сами почистим Боже мой Он кажется Шлифовал Без пылесоса Болган Ой Извините Надо это Чуть-чуть почистить В любом случае На эту машину Одевается Шлифовальная бумага Лист То есть На листе Есть дырочки На машине Тоже На плата И надо Одеть так Чтобы дырочки Совпали Вот Здесь У машины Вытяжка Сюда подключается Вот у меня У меня стоит Боже мой Как называется Пылесос То есть Это Промышленный Пылесос Господи Ой Силов нету Вот И Машина Включается Не в сеть Машина Включается В пылесос То есть Я не знаю Подождите Я попробую Сейчас наклонить Камеру Чтобы было видно Вот стоит Пылесос У меня На полу Минуточку Сейчас я Закреплю Камеру Так Закрепляю Или не закрепляю Ну вроде Закрепляю Да Вот у меня Стоит Промышленный Пылесос Тоже Феста Вот Машина Подключается К пылесосу То есть Когда я Начну Работать Если я Включу Машину Она будет Автоматически Одновременно Включаться С пылесосом Пылесос Включается В сеть Ну например Сюда Я включу Я вам покажу Сейчас Примерно Как это работает Итак Значит У машины Есть Два Как это Называется По-русски Два Не две Скорости В общем Первая Она может Просто Рутировать Ну не рутировать Крутить И шлифовать А есть Она Рутирует Еще Когда она Как бы Как восьмерка Идет Когда она Рутирует То она Шлифует Быстрее В принципе Ну вот Я вам сейчас Представлю Примерно Так Пылесос Должен Стоять На авто То есть Автоматический Так Видно Там Видно Вот примерно Разница Но это Так Я сейчас Грубо Просто Сделала Вот видите Темные И светлые Здесь Я так думаю Что Я не знаю Может на полочках И нет Но На шкафчиках Там очень тонкий слой Я думаю Что тут тоже Тонкий слой Лака Поэтому Лак нам нужно Снять Чтобы Сработать с деревом В любом случае Я вам сделаю Сейчас Наверное Маленькую Экскурсию Сейчас я Покажу вам Сейчас Поближе Мои машины С которыми Я предполагаю Работать Ну Не предполагаю Планирую Вот это Мой Промышленный Пылесос Фесто Тут написано С ЭО Сто пятьдесят Один Е А С Что это значит Понятия не имею Зо Далее Далее Это моя машина Сама Шлифовальная Тоже Фесто Р О Что это такое Сто пятьдесят Е То есть Как я сказала Ей можно творить чудеса Я работаю в основном Ею Вот ее коробочка У меня есть еще машина Сейчас я вам покажу Попробую приблизить Сфокусирует она Вот у меня есть вот такая Вот четырехугольная Есть вот сверху треугольная Посредине это АКУ Ну то есть Как называется Ну и бормашина она И Отвертка Электрическая Ну и там всякая хрень Вон Поверху стоят тоже ящики Ну в общем Я вам сейчас покажу Немножко мой Вергштад Где я работаю Есть у меня еще Вот такая вот машина Это как Настольная Ну Она типа как Циркулярная пила Я не знаю Как она по-русски Называется Вот там Бормашина Одна Где-то еще одна Этой машиной Можно просто На столе Ну мелкие детали Там Под 45 градусов Углом Резать Прямо И она вот Ездит По шине Еще у меня есть Вот тоже Фесту Ну тут сейчас Заваленная Я положила Сейчас эту Мебель Для Бада На нее Вот такая Это тоже Циркулярка Тоже Фесту Не знаю Сейчас попробую Привлезть Вот да Фесту Вот Сейчас я ее Подвину Чтобы вы видели Вот такая вот Циркулярка То есть На нее есть Разные листы Которые дерево Резать Типа вдоль Которая есть Поперек В общем Есть также Например Ну площадь Небольшая У этой машины Если какие-то Длинные Доски Надо резать Есть вот такой Вот такая вот Подставка Ой ну тут Наверное Уже не видно Вот с роликами С шариками Видите Она выставляется На нужную высоту То есть У нее такой Рычаг есть Можно поставить Выше Можно поставить Ниже И вот эти доски По этим роликам Катаются Чтобы удобно было Одному работать Так Вот я планирую Все эти машины В принципе Использовать Я еще не знаю Может что-то будет Доделываться Вот последний Подарок Моего мужа Мне на день рождения Это фрезовальная машина Фреза Тоже Фесто Вот видите Тут такая Фреза Стоит Тоже Фесто С С М С О Ф Что-то такое Сейчас поближе Покажу Так С Ну давай Никак не хочет Не хочет Вот такая Вот тоже Тут вот специальные Шланги Все это Эти шланги Например Этот снимается Эти одеваются Потому что Два шланга На эту машину То есть У нее Засасываются Все эти опилки Сверху И снизу Вот снизу шланг А вот сверху еще Вот это Фигнюшка Это прижимать Тут Когда Что-то Фрезует Фрезовальная Машина Для тех Кто не знает Например Она делает Вот так Смотря какая Насадка Берешь Доску И она Вот вырезает Вот такой Вот профиль Ну Есть разные Насадки Я не знаю Я могу В принципе Показать Насадки Если найду Где Боже Тут у меня Тут у меня Чего только Нету Вон там И бошевские И синие И фесту И все на свете Где-то еще Митабо Митабо По-моему Так А где же у нас эти Фрезовальные головки Что-то Что-то я не помню Надо смотреть Где-то тут На Как это называется На регале Наверное Может Вот эти Да нет По-моему Вот они Вот они Родные Сейчас я вам Их покажу Вот они Видите Вот такие У меня тут Головки Чего-то тут Трех штук Нет Но одна В машине А где еще Две Сперли Не знаю Может муж Работал Хотя нет Он у меня Не работает Может кому дал Не знаю Это в принципе Моя мастерская Была наша общая Теперь Он у меня ничего не делает У него проблемы с позвоночником Поэтому Ах Вот еще Вот еще Моя новая машинка Это тоже Сверлильный станок Который Вот ездить по шине Вверх Вниз Можно Ну Прецизион Машина Я не знаю Как это назвать По-русски То есть Вот она ездит Видите Рычагом Выставил И пошел работать Итак Как вы уже поняли Задача у нас В принципе Простая Но Трудоемкая Пока это все Пошлифуется Боже мой Это будет что-то Так Ну вот Вот мы сделали Специальный стол То есть Тут вот Высверлили Нет Не высверлили Ну тоже Как фрезой Дырки То есть Например Когда я работаю Здесь я могу Вставлять такие Боже Как же их назвать-то Ну такие Чопики Которые В которых я Зажимаю Например Доску У меня есть еще Струбцины Специальные Сейчас я вам покажу Вот Вот тут у меня Всякие струбцины Есть такие Вот которые Одной рукой Делаются Есть вот Специальные Которые для этого Стола Вот у них То есть Их можно Втыкать так Хорошо В дырки Вот Что еще Вам показать Ну Вот так вот Как-то так Ну наверное Покажу вам Потом Попозже Что у нас Получилось Так Ну вот Наш Столик Для ванной комнаты С раковиной Я его сегодня Забрала Остальную Остальную мебель Я уже В принципе Пошлифовала Покрасила И поэтому Сегодня мы будем Заниматься Исключительно Этим столом На нем я покажу Как я все сделала И надо будет Вот эту вот Ну Столешницу Из камня Все это дело Помыть Потому что Ну Кто-то использовал Все это Надо продезинфицировать Отмыть Прочистить И все такое Видите Такой кран Ой Смеситель Там у них В ручках У него Господи Как же это называется Порцелановые вставки На которых написано Кальт Унд Хайс То есть Горячая И холодная Вода Вот Сама столешница Она такая Как-то Бежевого цвета Сейчас я попробую Подойти Поближе Ой У меня тут Камера на Треноге Я ее Поднесу Вот Там такие Выемки На ней Еще Для Мыла Я так понимаю Так Ну Сейчас я Это разберу Подготовлю И Будем работать И так Надо снять Всю фурнитуру В принципе Я уже Почти Все Разобрала Тут Открутить Осталось Петли И потом Мы продолжим Работаю я Вот такой Маленькой Аку Называется Это То есть Это электрическая Отвертка Сюда Можно Менять Головки Это Синяя Машина Бош Это Профессиональная Потому Что Зеленые Это Для Домашнего Использования Но Они Очень Плохие Есть У меня Ой Сейчас Я вам Покажу Ну Например Вот Есть Такой Резак Скажем Так Электрический Сейчас Я вам Покажу Вот Зеленый Он Подходит Так Когда Мало Им Работы Что Такое Там Порезать Там Линолеум Или Что Это Пойдет Можно Зеленый Бош Вот Есть Икса Вот Такой Вот Это Тоже Зеленый Бош То есть Это Для Домашнего Использования Сейчас Я вам Покажу Вот Такая Вот Штука У Нас Одна Где-то Еще Валяется Уже Ой Извините Капут Ну Это То есть Вот Такая Малюсенькая И Она Очень В принципе Слабенькая Вот У нее тут Не знаю Видно Не видно Зарядное Устройство Сейчас Покажу Вот Такое Вот Зарядное Устройство И На нем Еще Головки Тут Всякие Вот Ну Это Так Так Можно Сказать Они Очень Очень Слабенькие Это Так Для Баловства Можно Сказать Я работаю Практически Только Профессиональными Эти машины Ну Зеленая Это Моя А Икса Маленькая Это Я там Покупала Где-то Еще Есть Машины Такие Для Домашнего Использования Сверло Электрическая Дрель Штихсейга Я не знаю Как Это Называется Вот Пила Которая Вот Так Вот Пилит Вверх Вниз Она Делает У нас Называется Это Штихсейга Я Их Покупала Для Дочери Ну Чтобы Когда Она Жила Отдельно В Квартире Чтобы Всегда Было Там Так По Мелочам Что-то Сделать То есть Чтобы Я Не Таскала С собой Всегда Свои Машины Я Вот Работаю Вот Такой Вот Машиной Это Бош Профессиональная Я Машинская Аку Потому что Вот Феста Она Очень Большая Вот У нее Тут Есть Подсветка И все На свете Большая Машина Фесту Она Очень Тяжелая И у Нее Только Один Аккумулятор То есть Вот Эта Вот Часть Зарядное Устройство Которое Заряжается Втыкается В Такой Типа Порт Вот Такой Вот Порт Сюда Втыкается Это Зарядное Устройство Аккумулятор Сам И В розетку И Пока Лампочка Не сгорится Что Заряжено Моя Имеет Два Аккумулятора Вот То есть Я могу Работать Без Остановки Если Одна Батарея Села То Я Могу В любое Время Вторую Включить Первую Поставить На зарядку Ну И У нее Мощность Очень Большая То есть Она Практически По Своей Мощности Не уступает Большой Машине Фесту Так Открутим Сейчас Последние Шары Разверок Я тут Убрала Уже Все Скрепляющие Элементы В принципе Остались Шарниры Дверки Что я хотела Сказать Большая Радость Когда я Разобрала Шкаф То есть Я не знаю Кто Производитель Этой мебели Но При разборке Мебели Выяснилось Что это Не икея Так Ну тут В принципе Я все оставлю Тут ничего Не надо удалять Чопики Сбоку Они мне не мешают Ну это Внутренняя Полка Ну в принципе Тоже Не обязательно Разбирать Я ее Пошлифую Снаружи То есть Ту часть Которая Будет Использоваться Там что-то Ложить на нее А обратную часть Я просто Обезжирю То есть Не обязательно Шлифовать Обезжирю Спиртом И покрашу Так Так что Работа Идет Вот Собраем Все железки Убираем Пока В сторону Так Ну Кому Может быть Скучно Можете Переключиться Дальше Сейчас Пойдет Долгий Процесс Шлифовки Я не знаю Я возьму Конечно Мои машины Сегодня Пойдет В дело Моя Как ее Называют Шлифовка Шлифовальная Машина От Феста Которая Круглая Которая Рутирует Я ее вам уже Пока Скоро Извините Нос чешется Вот Эта Моя машина Пойдет В дело Одна Я не могу Отшлифовать Все Недоступные Места Углы И там Туда Сюда Все Что Очень Такое Вот Например Здесь Сфризована Вставка То есть У нее Вот есть Господи Должна Вокруг машин Бегать Ну Вот Видно Да На камере То есть Здесь Машины Делать нельзя В принципе Ну Я могу Пошлифовать Здесь Здесь По бокам А вот Внутренние Канты Все Это надо Прошлифовать Вручную Вот Обратная Сторона В принципе Они хорошие Можно в принципе И не красить Внутреннюю Сторону Но В любом Случае Все Что Видно Например Боковые Части Это все Надо покрасить Ну Я покрашу Все Белый цвет Потому что Другие шкафы Я покрасила Точно так же Полностью Я вам покажу Их потом Уже все В готовом виде У Высокого Регала Я еще Сделала Внизу Ящик Потому что Как-то Одни полки Ну Мне надо было Куда-то спрятать Там шампунь И все Такое Вот Ну Запасы Которые Ну да Запасы Чтобы это все Было не видно На полке Выставлять Конечно Это я не люблю На полках Лежат только Полотенца Стоит там Какая-то Фигнюшка Где у Моего мужа Лежат Разиранные Маши Господи Как же это назвать Бритвенные Машины Бритвы Вот И так Я не знаю Будет вам интересно Не будет вам интересно Но я могу В принципе Показать Чтобы не утруждать Только на Ну скажем Возьмем мы полку Я сейчас Минутку Камеру Выключу Пока я все это Разложу Закреплю Чтобы вас не утомлять А потом Пойдем дальше И так Я закрепила Свою доску Которую я буду Сейчас шлифовать Ну вот что-то Закрепила Плохо Одна сторона Ходит Вот я вам уже Говорила У меня есть Специальные Струбцины Это тоже Фесто И это специально Для этого стола Потому что Другие струбцины Нельзя воткнуть Вот в эти дырки А эти вот Ну так Втыкаются В принципе Стол Этот мы сделали Тоже по видео Из ютуба Где представлялся Такой стол От Фесто Стоил он там Что-то больше Тысячи евро Ну зачем нам это надо Мы его сделали сами И так Как я вам говорила Уже машина Имеет два Хода Скажем так Один когда она просто Крутится И другой рутирующийся Ну я говорила Что типа восьмерки Но это не совсем так Он делает вот Туда-сюда Туда-сюда Со сдвигами При рутирующей работе Очень Тяжело Ну машина прыгает Скажем так Но большая ошибка Людей которые работают С этой машиной Они пытаются С силой Ее сжать Этого делать не надо Надо просто Придерживаться руками И машина В принципе Делает все сама И так Так у нас Господи Господи Так Скорость на 4 Стоит На рутирующей Окей Ну я вам покажу Сейчас Небольшой кусочек И потом Поедем дальше Поехали Поехали Вот это было Лутирующее Кручение Скажем так Если я сейчас Переключу То это будет просто Ну как Вращаться То есть Но тогда она Не особо хорошо Мне не нравится Так Для рутирующей Вот этот вот кусочек Он бы уже был Отшлифованный Ну когда Просто крутится Я не знаю Мне не нравится Я люблю Рутирующую Сейчас мы ее переключим Переключим обратно И поедем Так Ну я думаю Вам это будет неинтересно Шлифовать громко И долго В общем Я сделаю так Когда будет все Отшлифовано Собрано Я буду красить И включу еще Ненадолго Камеру И так У нас сейчас Стоит Задача В общем Как я запланировала Эту мебель На Это у нас Бат в спальне Ну то есть Скажем так Персональный Там есть еще Для гостей С ванной Здесь когда-то Вот у меня здесь Как называется Раквина Туалет И вот Душ Что я хочу сказать Значит Сюда придет Тоже другое зеркало Из этой же серии Здесь я хотела Когда-то Еще сделать Вот На другой стороне Где стоит сейчас Шкаф с одеждой Я планировала В углу Сделать угловую Ванную А рядом Стиральную машину И трокна Трокнар Это сушилка Потому что Ну у нас Специальное место Для этих машин В келлере Но Извините Два этажа бегать Все время Вниз надоедает А сейчас вообще Ну как показала Практика Это было Нехорошо Хорошо Что я еще До того Как встроила Бады ванну Поставила Трокнар Машинку И прогнала Машину Оказалось Что здесь Идет Вот у стены По полу Одна балка И эта балка Несущая В общем Получалось так Что Машина Когда она Начинает Вращаться Сильно Ну Я не знаю Как по-русски Это быстро Быстро Вращаться В общем Тресся Весь дом Звенела посуда То есть Это другая сторона Дома Там где Спальня Еще у папы Зал его Здесь Наша спальня В общем Тряслось Все Поэтому Мне пришлось Машины Спустить В келлер Бада Ванна Ванну Поставить Я не могла Тоже Оказалось Что в этом углу Камин Там его не видно В этом углу В общем Там что-то Статистика Не позволила В общем От мечты Пришлось Отказаться Но Я тогда Специально Вот Вода Слив Идет В стену Видите Вот эта вот Полочка Вдоль пола Идет Под батарею И вот там Труба Это планировалось То есть Для ванны Слив И вот Потом Было мне Лень переделывать Надо было Трубу убирать То есть Вот эту полочку Ломать Но я думала Закрою трубу Просто я поставила Уголок Или как он Называется Там Я не знаю Вот этот элемент Углом У нас называется Винколь Просто И закрыла его Таким специальным Клапаном Ну а эта полочка Вот у нас Оставалась Тут у меня Скажем так Чисто декоративная На ней мышки Сидели большие Теперь Я померила Расстояние Стол не подходит Это значит Наша задача Задача сейчас Сломать Вот эту полочку Боже Камера Не фокусировала Надо уехать Назад Да нет Она назад уехала В любом случае Нам надо Сломать Вот эту полочку Убрать Вот эту трубу И тогда Стол С раковины Подходит Идеально Вот он Как раз Вот до этого Крана От сливного Бачка Так Ну Я так думаю Что вам Это не интересно Как я тут Молотком Буду махать Вот мои Инструменты Лежат Сейчас Начнем Я думаю Что Я включу Следующий раз Камеру Когда мы Начнем Уже То есть Я поставлю Мойку Нет Сначала Наверное Надо покрасить Сначала Мы покрасим Все это Дело Сделаем А потом Я поставлю Мойку И потом Я сниму Вам все В готовом виде То есть Что получилось Ну и мы будем Конечно Декорировать То есть Это Подшлифуем Подмажем Подкрасим Ну посмотрим Ну вот такая Вот картина Разгрома Разбила я Эту Полочку Теперь Надо думать Что делать С полами Да вообще Надо было Не кафель Клеить А Типа Речные Камни Всегда Можно Подремонтировать А здесь У меня На полу Как это Называется Древесно-стружечная Плета ДСП Вот такое Вот специальное Для пола Видите И вот эти вот Остатки Вот по краю На которых Была полочка Приклеена Я их никак Не могу Отбить Оторвать Это отрывается Вместе С этим деревом Потому что Кафель Наклеен Специальный Клей Который Для Ну он Короче Не так Как обыкновенный Клей Приклеил И все А так как Дерево Оно Двигается Ну то есть Пружинит И так далее Это как Какой-то Специальный Клей Был Он как бы Резиновый И в общем Вот эта вот Хрень Извините меня Она не отрывается Она не отрывается Но я решила Сначала я поставлю стол Вот я открыла Три плитки Где-то так То есть Мне надо было Вот переделать Как это называется Апфлюс Слив Вот Здесь стоял Переходник Буквы Т А теперь я поставила Уголок Это такие специальные Его можно под любым углом Делать Вот Вытащила я эту трубу Пришлось пилить Потому что Чтобы не нарушить Конструкцию Все Вот такие вот Пироги Раквину я тоже убрала Все убрала Теперь осталось Все помыть Почистить Я думаю Можно будет Поставить стол Примерить И тогда Я не знаю Заняться сначала Полом Чтобы стол поставить И тогда Нужно будет Подключать И дальше красить Вот такой вот Объем работы Наработалась Устала Проголодалась В общем Как мой муж говорит Ты делаешь на века Лучше делать не на века Чтобы потом легче было ломать А то у нас меняется Каждые пару лет Что-то Так что имейте в виду Если вы планируете Что-то сделать По-другому Позже То Лучше Делайте не на века Ну вот Собрала я свою мебель Не знаю Наверное Может быть Как-то темновато Но Попробую Как получится Намучилась Слов нету Оказалось Тяжеловато Ну вот Установила я этот стол Сейчас я попробую подойти Чтобы не подъезжать Камера А то когда подъезжаешь Она не хочет Снимать У меня Вот такой вот Вот это Мойка Или как ее там Столешница Ой Тень падает Что ли Да Такая вот она Я не знаю Я думаю Что это Мрамор Или Ну понятия не имею Ну тяжелая Невозможно Вот она просто Стоит на Или лежит на столе Стол уместился Вот как раз До крана То есть Чуть ли не Миллиметр в миллиметр Конечно было бы удобней Но Как я показывала Вот То что я ломала Стену Я вот тут Наклеила Такой Ну тоже Как Такая Мелкий кафель Не видно Что ли Или видно Сейчас я попробую Подойти Вот такой вот Ну у меня есть там Вот Где в душе Где краны Я не хотела резать Плитки Кафеля И поэтому Я клеила Еще вот такими Вот пришлось тут Извините меня Лепить горбатого То что Ну никак Здесь идут эти трубы Медные К отоплению И вот пришлось Ну Голь на выдумке Хитра Ну так вроде Беленькая Не особо заметно Вот стол Прикрутила я тут Тоже ручки эти Ну немножко другие Они чем на Шкафчике Ну тоже Черно-белые Они такие Немножко Винтажные Петли Прикрутила Ну сейчас Покажу вам Коммуникации Внутри Шкафчики Я не стала Красить Вот эти Боковушки Пусть дерево Дышит Все-таки Ну Немножко Влажность Тут Вот Слив Я подключила Воду Подключила Правда Здесь такая Идет Гофрированная Труба По-хорошему Надо было бы Снять От Старой Раковины Наверное Ну я решила Я подложила Он пока Рулон Туалетной Бумаги Чтобы сгиб Был То есть Должна вода Всегда Вот в этом Колене Быть Иначе Запах Из канализации Будет идти Прикрутила Я еще Шкаф К стенке Потому что Столешница Сама Очень тяжелая Не дай бог Ну тут Всякая Фигня Стоит Там Моющие средства Там Запас Полотенца Туалетная Бумага Ну вот Такой Вот шкаф Так Что еще Ну вот Это Как его зовут Господи Ой Сейчас Минутку Я дверь закрою Ну ты что Не хочешь Не хочет Закрываться Понимаешь Ли Закрылся О Открылся Опять Чертон Завыпендривался Так вот Вот еще Этот Шкафчик Аптечный Тут я Немножко Сдекорировала Я на Ну Вот на этот Шкафчик И на тот Высокий шкаф Сделала Такой еще Элемент Тут такие Вот Рожки Прилепила Вот зеркало Тоже Белое Все вроде Так подошло Тут что у нас Там Ну там Всякие Причиндалы Моего мужа Разъемная Машина Там Ну так Все по мелочам Так Дальше Вот этот Шкафчик Высокий Вот я Тоже Сделала На нем Тоже Этот сверху Элемент Я его Выпилила Из МДФ Добавила Вот Бокам Рожки Еще там Какие-то Причиндальчики Ну чтобы Повеселее Было И вот Внизу Я Сделала Вот такой Ящик Под полку То есть Чтобы Ну там Шампунь Стоит И все Такое Полотенцедержатель Я Унесла В другой Бат Потому что Что-то он Мне тут Неудобный Был Вот я Ставила Я свой Старый Это делал Мой муж Из Нет Это не дуб Я не помню Какое-то Твердая порода Дерево Понятия не имею Ну и до кучи Я еще Нашла Дверку От старого Шифонера С зеркалом Ну и вот Изобразила Тут такое Зеркало На стену Чтобы одеваться Тут вот Сделала Ну есть вот Типа Фима Но оно Нефима Есть Ну по-другому Как-то называется Я не помню Такая моделирующая Масса Которая Сохнет На воздухе Вот я тут Налепила Элементов Из нее От Багет Прилепила Там От рам У меня Оставались Я делала Рамы Для картин Вот Тут вот Над дверью Я тоже Пришпандорила Такой элемент Так Чтобы немножко Все было Вот дверь Какая-то у нас Непонятно Вроде покупаешь Дверь белая А дома Строишь А она какая-то Молочная И совсем не белая Ну вот Получился у меня Сейчас я попробую Снять Хотя Нет Комната Не настолько Большая Вот шкаф Вот там Это дело Все Дверь Ну и вот Зеркало Ну вот Так вот Я пока Особо Ничего не делала С мебелью То есть Не декорировала Запатинировала Немножко У меня такая Патина Есть Специально Сейчас я Вот покажу Вот на этом Маленьком Шкафчике Она На масляной Основе Вот я ее Намазала Она должна Несколько дней Сохнуть А потом Ее можно Хорошо вытереть Она стирается В принципе Слегка И потом Я хочу Еще немножко Так это Уголки Подшкурить Чтобы был Так Немного Шебешик Как будто Так Так и Было Вот вам Пример Того Что можно Сделать Из 100 Оэра Плюс Денек Ну если Считать Только полностью Все время Которое Работало Ну день То есть Отшлифовать Покрасить Ну и С этим Полом Конечно Я провозилась Часа Три Оторвала Я все Таки Этот клей С пола Резиновый Ну в будущем Буду знать Теперь Здесь Понимаете Я полы Меняла Когда Здесь В общем У меня Особенности Этого дома Дому 300 лет И тут Была И Сберегательная Касса Здесь Была Как называется Хлеб Печет Пекарня Да Пекарня Здесь Была Почта В общем В этом Доме Было Все Возможное И Хозяева Которые Продали Нам дом Они Вот Последняя Была Здесь Почта Они Работали При почте И потом Значит Когда Почта Закрылась Они Выкупили Этот Дом То есть В этом Доме Тут Все Делалось Так Ножом И топором В принципе Ничего Путевого Не делалось И вот Когда Я Меняла Полы Здесь Потому Что Все Полы Вот На Такую Маленькую Комнату Здесь Примерно Сколько Здесь Метр Два Три Ну Три Может Быть С Копейками Уклон Пола Был 10 Сантиметров То Я Вот Вам Рассказывала Кусочки Перед Этим Что Я Планировала Здесь Поставить Машинку И Вот Эта Балка Которая Идет Там Под Батареей Она Практически Несущая Она Наполовину Замурована В стене Она Была Выше Чем Все Другие То Ничего Нельзя Было Сделать Была Например Средняя Балка Здесь На Полу Выше То Ее Можно Было Там Либо Вытащить Подстругать Я Не Знаю Ну А Так Пришлось Поднимать Полы Полностью По Первой Балке У Стены И Потом Я Делала Это ДСП ДСП Древесное Стоп Да ДСП Там Заполняла Какой-то Фигней Специальный Пол Пустоты Потом ДСП Потом Положила Ламинат И Вот Та Часть Где Душ Там Я Проходила Такой Специальный Ой Господи Как же Это Назвать Я Даже Не Знаю Ну Вот Где Душ То есть Где Мокро Бывает На Специальное Такое Покрытие Очень Густое Густое Как Смола Почти Но Это Не Смола Оно Было Зеленого Цвета Полностью Проходила Я Полы Вот Где Кафель Наклеит Стены Перед Тем Как Кафель Клеить Там Специальный Еще Вот Я Вам Покажу Сейчас На Стене Вот Тут Видно Еще Хотя Я Так И Делала Это Специальный Такой Как Назвать Шпаклевка Что Ли Вот Тут Есть Вот Я Не Не Знаю Как Наверное Не Особо Видно Как Бы Квадратики Вот Когда Я Стену Ломала Под Мойкой Там Была Видна Такая Фигня Это Пенопласт На Нем Наклеена Сетка И Тонкий Слой Цемента С обеих Сторон Вот Это Специально Возводить Стены Даже Полностью Можно Мебель Из нее Делать Из Этой Фигни Вот Я Делала Стены Новые Вот Везде Где От Окна То Есть Вот Сюда До Двери Полностью Новые Стены Делала Чтобы Можно Было Душ Поставить Где Сыро Вот Такой Объем Работы Ну Это Я Конечно Не в Тему Уже Пошла Тут Рассказывать Ну Я Думаю Где Нибудь Когда Нибудь Вставлю Я Еще Кусочек Как Выглядит Моя Мебель Когда Я До Конца Доработаю Ну В принципе А может И не доработаю У меня бывает Такое Что Я Делаю Делаю А потом Раз И Типа Так И Надо Я Посмотрю Ну Надеюсь Видео Вам Понравится Хотя Я Сомневаюсь Ну Как Получилось Так И Получилось Спасибо И До Свидания Продолжение следует...